Всем привет! В эфире РДС Европа. Сегодня у нас очередной прямой эфир. В гости мы ждем Дениса Саракапуда, одного из самых молодых пилотов нашего чемпионата, представителя Владивостока, пилота команды Московский Спорт. Я вижу, что присоединился уже Денис, и мы сейчас сразу добавим Дениса в прямой эфир. Вы пока подключаетесь. Можете сразу писать свои вопросы для Дениса. Привет, Денис! Всем привет! К нам пока подключаются наши подписчики. Ребята, можете пока написать, хорошо ли видно и слышно Дениса, самое главное. Видно ли и слышно меня. Раз, 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 да, все видно, все хорошо, у меня все отлично. У меня тоже все хорошо. С вами Ольга Зверева и наш гость сегодняшний Денис Саракапуд. Еще раз для тех, кто только что присоединился. Представитель города Владивосток, один из самых молодых пилотов нашего чемпионата. Пилот команды Московский Спорт. Это молодой дальневосточный силовик. Денис выступает на Чайзере. Я думаю, что многие его знают, и Дениса, и автомобиль. Поэтому можно писать свои вопросы, если вы не успели сделать этого в посте или в сторис. А мы начинаем. Привет, Денис! Расскажи, где ты сейчас, во Владивосток или в Москве? Я уехал в Владивосток. В Владивосток уехал. В Владивосток на Новый год к семье уехал праздновать со всеми вместе. В кругу семьи, так сказать, Новый год. В Москве в одного как-то некомфортно. А потом обратно в Москву, потому что сейчас ты в Москве. Потом, да, обратно в Москву на учебу. А потом, в конце месяца, у нас Сочи Дрифт Челлендж. Поняла. Будем готовиться к РД Запад. Прекрасно. Расскажи, пожалуйста, следующий сезон РДС Европа. Ты планируешь выступать в качестве пилота московского спорта также? Да, да, все правильно. Планируем выступать в качестве пилота московского спорта. И сейчас уже ведем доработки автомобилей к следующему сезону, чтобы была более энерговооруженная наша машина и показывать уже хороший результат. О, а поделишься какими-нибудь инсайдами по поводу того, что будете делать с машиной? Ну, да, да, в принципе. Есть в планах поменять мотор, но поменять мотор на такой же 1GZ, только более уже усовершенствованный. И ставим секвентальную коробку. Герсет. Вот, чтобы разгоняться, ну, быстрее. И был запас времени на переключениях, чтобы я мог это все быстрее делать. Потому что были некоторые моменты у нас на постановках. Я, как бы, не сильно такой прям супер пилот, который... Ну, многие же пилоты как? Это же люди со стажем вождения, которые в городе, в принципе, катаются. У меня этого стажа как бы нету. И переключать передачи иногда у меня их, ну, попросту не получается быстро. Лучше поставить секвентальную, чтобы было проще. Кстати, логично ложится здесь вопрос. Во сколько лет ты начал заниматься дрифтом? И вообще ты начинал именно с дрифта? Или у тебя за плечами картинг? Или какой-то еще автоспорт? Нет, у нас, когда вот только начались самые первые соревнования, вот именно вот где я сейчас нахожусь, в Владивостоке, а точнее, ближе к аэропорту, у нас город Артем. И в этом городе тогда еще Дима Семьюк начинал РДС в Восток, во взрослом парке у нас здесь. И я с отцом сразу же на первые соревнования туда пошел. В 2000, наверное, это был восьмой, девятый год. И мне было, я уже не помню, сколько лет, я их посещал, у папы на руках сидел. У меня фотографии где-то есть в аккаунте даже. Я со всеми пилотами знакомился. Вскоре открылся лагерь на премьеринге. Это площадка у нас здесь, на которой сейчас проходит дрифт, картинг, раньше планировали тут сделать формулу. И на премьеринге я в лагерь пошел, мне было 11 лет. И в этот лагерь входило как раз прокатиться и на картинге, и на велике. Ну и, конечно же, я пошел ради дрифта. Илья Федоров отдавал свою машину, как бы там, ну, пятачок покрутить детям. Там были даже не только 11, там были, помню, что-то 9 лет в моей смене был пацан. То есть все пробовали, это было интересно. Ну, как бы Владивосток, город, автомобили, вот это все, GDA, машины. И на Чайзере давали прокатиться. Попробовал, еще больше этим всем загорелся. Илья Федоров говорит, ну, вроде как получается. И мы договорились и начали у него тренироваться. Тренировались на Чайзере. Ну и потом, соответственно, ну, как бы, какую же мне машину брать? Конечно, Чайзер. Слушай, а почему Мамба? 11 лет мне было. Мамба. Я долго думал, я спрашивал у подписчиков, какую там кличку сделать. Я знаю, что у Миллера машина там есть Медуза, Угроза различные. Я так как-то подумал, блин, надо мне тоже. И какой-то из подписчиков написал Чёрная Мамба. И, как бы, это считается, как самая опасная змея в мире. Ну, и теперь у меня самая опасная змея – это машина. Самый опасный зверь. Круто. Ну, судя уже по твоему ответу, на сезон 22-го года ты остаешься на Мамбе, но с новым мотором и с новой коробкой. Да. Друзья, отвечая на ваш вопрос в комментариях, да, можно будет посмотреть эфир позже. Эфира с пилотами я сохраняю, поэтому можно будет зайти посмотреть в удобное для вас время. А пока вы можете писать вопросы Денису ещё. Вы довольно много спросили его заранее, и мы сейчас всё обязательно обсудим. Если что-то ещё интересует, то обязательно пишите. Мы на все вопросы отвечаем, всё читаем, на всё отвечаем. Один из самых часто задаваемых вопросов – это про сим-дрифт. Зовут тебя сразиться и в курсу. И есть вопрос, когда же ты пилотом московского спорта в Корыкс придёшь. Рассказывай. За сим-дрифтом у меня что-то как-то не всё хорошо складывается. У меня был руль. Кто знает, поймёт Logitech G27. Такой, как бы, самый простой, можно сказать. И какая-то у него проблема с механизмами, я не знаю почему. То есть у меня просто не получается. Я смотрю, как другие пилоты катаются. У них это всё легко, как в жизни выходит примерно. То есть руль кинул, он крутится, крутится, ты его поймал и поехал дальше. У меня всё абсолютно не так. Я там сижу, потею. Я участвовал в московском спорте, в соревнованиях, когда ещё не был их пилотом. Я там 33 пота с меня сходил, я помню, квалифицировался на 32 место, попал на первое. Как бы уже лишь бы проехать. И как-то всё не совсем получается. Ещё плюс я прилетел сюда недавно, решил попробовать покататься на руле дома. Поломал его окончательно. Сейчас поеду в Москву, да, постараюсь себе взять хороший новый руль. Новый год такой подарок. И постараюсь уже нормально покататься, может, и поеду в московский спорт. Но если я пойму, что я могу ехать. А то так просто я не поеду. Позорь. В общем, обычный дрифт даётся тебе легче, чем сим-дрифт. Обычный дрифт в тысячу раз легче. Вот этот компьютерный, ну его в бане. Не, это всё круто. Мы постоянно присутствуем, я присутствую, точнее, на трансляциях московского спорта по Сета Корзо, по Корыксу. И мне хочется с ними кататься. По Корыксу всё ещё более-менее нормально. Там у меня получается. Я даже и планирую поехать. Но Сета Корзо, вот руль как только придёт новый, тогда сразу вот всё. Пишите мне, звоните, я с вами буду каждыми днями кататься, ребят. Тебе пишут всё, как с настоящей тачкой. Поломал до конца. Да. Да. Списал. Да. Есть ли в планах у тебя гран-при российской дрифтерии? Может быть, в качестве пилота московского спорта, например? Ну, это даже не в планах. Это, наверное, как мечта, цель, к которой мы идём. То есть, как бы, мне кажется, у любого дрифтера, который такой, как бы, легальный дрифтер, хороший дрифтер, наверное, где-то внутри лежит такая вот цель, что нужно ехать в GP. Конечно, поедем. Всему своё время. Но пока рановато. Да. Я считаю, что да, пока рановато. Пока нужно мне разобраться с собой, с головой, с нервами, со всеми вот этими, таких в заездах. Вот. А потом уже туда. Спрашиваю, ждать ли тебя в РДС Азия в сезоне 22-го? В РДС Азия, как бы, я бы мог бы поехать, но сложно. То есть, перелёты в Москву-Владивосток, это 8 часов. Я даже пока в этом смысла не вижу, потому что РДС уже, как бы, Европа. Это такая серия, в которой я кайфую. То есть, другие трассы, не площадка. РДС Азия круто, но если бы я был бы здесь. Друзья, Денис сейчас, он у нас, мы, конечно, его называем представителем Владивостока, но Денис будет, вот в этом году он начал учёбу в Москве. Учится он в Москве и сейчас находится в Москве, и поэтому автомобиль тоже находится в Москве на базе Москорта. Автомобиль в Сочи. А, сейчас в Сочи. Да, сейчас в Сочи. Я понимаю, что к сезону он переедет в Москву, да, правильно понимаю? Ну, я думаю, что... Я думаю, да. Я думаю, да. И поэтому в планах у Дениса РДС Европы 22-го года, поэтому с Азией... А если будешь рассматривать РДС Азия, то на какой-то другой машине, правильно я понимаю? Ну, да. Но это тоже всё очень так накладно получается. И проще, я думаю, сейчас нам пока что ехать только там. Понятно. Спрашивают, какие зимние ивенты планируешь посетить? Сочи Дрифт Челлендж на своём автомобиле. Мы сначала долго думали. Я хотел ехать, но у нас не получалось, потому что мы решили как бы подготовиться хорошо к сезону РДС Европа. Мы поменяли коробку. Точнее, мы её сняли, а новая коробка нам придёт только в марте. Вот. И команда Московский спорт мне помогла. Отдала свою коробку с машины дороги в Дрифт. Ну, истепление, получается. Мы это всё поставили и поехали как первый этап. И вот, я думаю, поедем в последующий, если там всё будет хорошо с треком. Мы все знаем, что что-то там закрывают трек, что-то не разрешают. Нет, из ДЧ подтвердили уже? Да, уже подтвердили. Я говорю, мало ли, что... Скажи мне, какие у тебя планы и амбиции на СДЧ? Ну, перед первым этапом я говорил, надо выигрывать всех. Но потом мне попался Гоча. И я сказал, что уже круто, что мы просто участвуем в этом чемпионате. Нет, ну, конечно, выигрывать. Какие у тебя планы на РДС Европы 22-го года? Выигрывать? Вот, там 100% выигрывать. И я вот, как бы, чемпионство нужно забирать. В общем, остановить тебя может только Гоча? Гоча в Европе? Нет, 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 нет. Он меня один раз остановил. Я ему сказал, что это проигранная битва, но не война. Слушай, такой вопрос. Если не Chaser и не Mambo, то какой автомобиль? Сложно сказать. Ну, как бы, я раньше думал какую-нибудь Mazda, там, РК-7, может быть, которая такая легкая, подвижная. А GT86 автомобиль, вот. Очень сильно меня привлекают эти мустанги с Америки, новые, которые хорошие, большие такие. Но это там тоже участвует, это не в нашей серии. Так же, как и Гоча. Построил GTR, он огромный, и в нашей серии он не поедет. В нашей серии нужно что-то маленькое, типа Mazda, я считаю, либо GTX. В целом, Chaser, ты доволен как платформой? Ой, я, вот, мне многие говорят, что Chaser, баржа, большая машина. Я к нему привык. Я прям очень сильно привык. Мне кажется, я могу им управлять лучше, чем Сильвия. Ну, лично для меня. Я катался зимой у нас здесь по льду. Конечно, я сейчас, может быть, и не прав, что я сравниваю, как бы, Сильвию с летом. Но все равно я катался на Сильвии зимой, я катался на Chaser зимой, и особой разницы я прям не почувствовал. Лично я. Только, может быть, то, что задняя часть автомобиля, ну, как бы, ближе находится, а на Chaser дальше, это я все контролирую, как бы. В основном, в основном это, я ничего не заметил. Какой развал у тебя стоит на Chaser? В примере, был вопрос от подписчика, который собирает тоже строить Chaser, и прям ему очень хотелось конкретно ответить. Я видел этот вопрос, да, и я на него прям точно ответить сейчас не могу, потому что у нас есть определенная бумажка, на которой все параметры, которые мы настраивали сами, и она лежит у нас сейчас в Сочи, в автомобиле. Сейчас точно сказать не могу. Если кому-то интересно, я потом могу выслать в личные сообщения. Но, а так вообще, как бы, мы настраиваем под каждую трассу определенный развал, определенное схождение, где нам нужно больше держака, где меньше. Мы уже там определяем с механиками, что сделать, и настраиваем на глаз, можно сказать. Господа, про расписание на 22-й год. Расписание на 22-й год будет либо в конце января, либо в начале февраля. Поэтому ждите, все выложим, все расскажем. И города, и даты, и трассы. Сезон начнется у нас в мае, закончится в сентябре или октябре. О подробности немножко позже. Подписывайтесь на наш аккаунт, следите за нами, и обязательно все скоро будет. Мне вот прям интересно, какие трассы будут. Прям вот, прям очень сильно интересно. Слушай, а какая тебе понравилась больше всего, ну, из тех, что ты ездил в этом году трасса? Ну, я ездил в Сочи, я ездил в Казань и Москву. Ну, самая крутая – это Казань. Сочи как бы прикольная, но мне в Сочи прям хотелось не вот в этот поворот залетать, а вот на РДС, например, в GP. Туда хотелось ехать. Прям даже по ощущениям было понятно, что туда, как мне, показалось проще. Не знаю почему. Мне комфортнее было ехать под стену. Мне некомфортно ездить, когда вот мы же, помните, ставились, и там не было ограничений, там была линия. Мне это было некомфортно чуть-чуть, надо было привыкать. Я бы лучше бы поехал быстрее, но я бы лучше в стену бы ехал. А Казань, ну, не сравнить ни с чем. Я же приехал как раз на первый этап в Казань, с Владивостока. Я ни разу в жизни не катался на треках. А там вот эта вот огромная вот трасса, еще с перепадом высоты, с десятиэтажный дом вниз. Это было, ну, прям запоминающееся. Хорошее начало было. Шикарно. Ну, еще квалификация первое место. Если говорить про этапы, то есть Нижний, Белгород, Рязань, куда хочется больше еще? Я прям очень сильно расстроился, когда я не поехал в Рязань на трон. Мне прям очень хочется покататься на этом треке, потому что, ну, как бы я играю в Кар-Х, как бы со всеми вместе. И там есть эта трасса, по которой я постоянно катаюсь. То есть я прям 24 на 7, если я в Кар-Х сыграю, то я только на этой трассе. И мне хотелось там проехать. Потому что многие, кто катается, ну, там, с Москвы, попробовать. И вот хотелось там прокатиться, но не получилось. У меня был выпуск мой. Я был школьником. Я еще ходил на уроки. Как в планах на будущий сезон? Ты планируешь проехать все этапы? Да. Да. Планируем проехать все этапы. Ну, я думаю, при таком раскладе, скорее всего, в Рязань попадешь. Если она будет, я надеюсь, что она будет. Так. Кто был для тебя тяжелым соперником в этом году? Ой, в этом году, в этом году, в этом году. Ну, Гоча. Ну, в этом году еще никого не было. Ну, хорошо, в прошлом сезоне. Давай говорить про 2021 год. Подловил меня. Хорошо? Ну, Гоча, наверное. Он даже был не настолько трудным. Я вот, допустим, когда ехал на последнем этапе, финальном, в Сочи, для меня был очень эмоциональным пилотом. Это стилов. То есть, я почему-то выезжаю на трек, я прям очень сильно вот так вот сидел. У меня прям как стиральную машинку трясло. Вот. Я не знаю почему. Хотя, вроде, ну, заезд получился нормальный. А самым именно сложным – это Гоча. Потому что автомобиль у него быстрый очень. Он ехал на резине, там, Toyota RS. И мне было, ну, реально тяжело еще начать его догонять, на котором была резина, не Toyota RS. И у него еще сегментальная коробка была. То есть, ну, более такая мощная у него машина, более легкая машина. И он уехал от меня. Хотя первым номером я проехал вроде как хорошо. Но вторым надо было отрабатывать. Я уже там вот прям вот пытался, пытался, но никак. Если, ну, то есть, ты, Гоча был для тебя именно из-за техники тяжелым соперником? Или на тебя еще и авторитет давил? Нет. Я вообще, мне как-то было... Мне было, наоборот, как-то радостно, то, что мы этот этап проедем не просто, допустим... Ну, мне было бы обиднее, если бы я проиграл, допустим, какой-нибудь Жигули. Проиграл там автомобилю. Ну, просто... Не в почете Жигули, я смотрю, у тебя. Не тоже не в почете. Они как бы просто... Энерговооруженность автомобилей разная. То есть, те Жигули, которые были, ну, понятное дело, что как бы тяжеловат ли им будут с Чайзером. А мне было тяжеловато с Гочей. И то же самое Гочи было бы обидно, если бы он мне проиграл. Ну, каким-то образом. Таким. Ну, то есть... А мне проиграть Гочи было, наоборот, как-то даже круто. То, что я приехал на этап, и я получил такой колоссальный опыт. Есть ли соперник, с которым хотелось бы проехать? Ой, ну... Наверное, с каким-нибудь японцем. Наверное. Либо Джеймсом Димом можно было бы проехать. Шенаханом можно было бы проехать. С таким, который очень... Как бы с Гочи я уже проехал. Я мечтал с ним проехать. Уже что мне говорить? Ну, с Гочи я проехал. Сейчас хочется дальше, ну, в общем, с Дином проехать. Ну, у нас же есть трек-дни. Я так понимаю, и на РДС-Джипе они будут. Перед этапом обычно это в пятницу, в четверг, когда там... Когда арендуются треки, катаются. Я думаю, можно будет приехать, со всеми прокатиться. И как раз моя мечта может исполниться в этот день. Правда ли, что на постановке ты закрываешь глаза и отпускаешь руль? Спрашивает. Нет, руки не отпускаю, но глаза, бывает, да, прикрываю так. Так, открыл, посмотрел. Вроде все нормально. Жмем газ и едем дальше. На финиш открыл потом, да, Денис? Да, да. Мы обычно просто, когда перед заездом, мы стоим, у нас есть лебедка специально, мы цепляемся оппонентом, ну, и как бы он осудит. Друзья, что еще? Интересно вам спросить у Дениса. Так, а я посмотрю сейчас на свои вопросы. Я там видел один вопрос. Вы понимаете, что говоришь? Там Егор спрашивал тоже вопрос такой интересный, скрипник. А, кстати, да, спрашивали у Дениса, когда он женится. Я не знаю. Что? Что по свадьбе? Давайте к дрифту. Там еще Даня Воробьев у тебя спрашивал, дашь ли ты ему автограф, например. Я ему на СДЧ нарисовал воробья маленького, красивого на автографе, на бумажке и подписал ее. Куда он? Дань, ты продал уже автограф Дениса? Тебе нужен еще один? Я же тебе передал. Там птичка нарисованная красивая была. Он сейчас на эфире? Слушай, ну он был, я не знаю, смотрит ли он. Ах ты, Даня, я просто не вижу. У меня почему-то все комментарии, все, ну, зависит и ничего не обращает. Ну, и не грузится, да. Спрашивают нас, что такое РДС Европа. Господа, РДС Европа – это новое название чемпионата РДС Запад. После нашего объединения с РДС Югом в 21-м году состоялось объединение чемпионатов РДС Запад, РДС Юг. И у нас очень расширилась география проведения этапов, увеличилось количество пилотов, которые к нам приезжают на этапы. И логично было назваться РДС Европа, чтобы название отражало географию и масштаб чемпионата. И теперь мы РДС Европа. И на будущий год будем проводить чемпионаты под новым названием РДС Европа. Как вообще прийти в дрифт? Да, там многие уже пилоты думали, что у нас будет трек в Ватикане на весь город. Да. Там были такие, я слышал. Как там, постановка в Ватикане, первый клип в Италии, да-да. Да-да-да-да. Было такое. Как прийти в дрифт? Ну, блин, надо захотеть. Как бы... А как прийти в дрифт? Нужно начать купить автомобиль какой-то, начать его подготавливать. Либо прийти в какую-нибудь дрифт-школу, сначала опробовать себя, как бы понравиться, не понравиться. У нас есть... Кто у нас? Дима Семюк, который меня тренирует. Илья Федоров. Да еще очень много школ я знаю по России, в которых есть определенные треки, на которых есть автомобили. И вас научат. Говорят, что в 11 лет ездил тоже по меру, потому что из-за руля еще не видел ничего. Правда ли это? Ну, очень тоже с этим есть смешные истории. Мы подкладывали маленькую подушечку, она у меня до сих пор есть. Сидушку мы никак поднять выше не могли. И у меня, получается, руль где-то был, ну, вот так. Вот так. То есть мне, чтобы смотреть, я вот так выглядывал всегда. Рулил, я смотрел только в боковое окно. Ну, что мне Илья Федоров давал? Он мне давал, как бы, площадку, не трек, как Казань, трасса, где можно вылететь. Там нельзя вылететь. Я в боковое окно видел один конус, вокруг которого я крутился. Но один раз Илья решил выйти на трек. Ну, я его прокатил на капоте. Чуть-чуть. Страшная история. Ну, да, там, я успел затормозить, я его увидел, когда он, может, на лобовом стекле был. Бывают ли моменты, когда думаешь, что сейчас задницей стену снесешь? Расскажи. Как бы, когда был РДС Запад, нет. Потому что не было стен. Да. А вот как раз-таки на прям ринге здесь, ну, это постоянно. То есть у нас такая постановка необычная, что ты ставишься в стену и летишь в стену. И у меня были моменты, что я ставился. У меня один раз оторвало заднее колесо. И я благополучно на всех скоростях, получается, на прямлении улетел в стену. Вот. Было неприятно. Вот. Ну, как бы, стену обычно мы контролируем. Потому что, когда я еду в угле, я могу ехать, ехать, ехать. Там немножко, может, тормоз поджать. И машинка сделает так, что она назад чуть-чуть откатится. Я, может быть, там ударю, может быть, чуть-чуть поцелую стену. Но я уеду дальше. А если какая-то ерунда происходит на постановке, неконтролируемая, я подскользнулся, масло наехал какое-то, мало ли. Ну, сейчас обычно такого нет. Вот. Там есть, допустим, линия. А вдоль линии, как бы, за нее никто не заезжает. И получается то, что вся резина, вот эта, которая стирается, она там. И те места, ну, как бы, обычно на червяках можно подскользнуться и улететь. Если туда вылетаешь, то да. Ты уже понимаешь, что ты летишь в стену. И в любой непонятной ситуации, это вот правило всем, кто сейчас нас смотрит эфир. Ребята, если вы дрифтите, если вы куда-то улетаете задней частью автомобиля, никогда не жмите тормоз. Всегда жмите газ. Газ – это, как бы, помощь, тормоз – это ваш, как бы, противник. Обычно, когда я жал тормоз, я улетал еще сильнее. Слушай, а у тебя задняя часть у чая зеропластика. У нас, да, все пластиковое. У нас двери передние, задние пластиковые. Перед весь пластиковый, задняя часть пластиковая. Вот. Что еще? Ну, в принципе, все. У нас осталось стоково, только крыши, но и кузовки. А ливрею планируете обновлять? Или на той же ливрею поедешь? Нет, на той же, я думаю, на той же. Так. Еще, кстати, был, по-моему, два раза, что нам задавали вопрос. Планируешь или хотел бы сотрудничать с Гочи? Может быть, какие-то коллаборации? Ой, я, как бы, даже не знаю. Пока что московский спорт, мы, как бы, мы и с Гочей. Что с Гочей? Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Наверное, может быть, да, может быть, нет. Как бы, я отказаться не могу. Смотря какая коллаборация была бы. Если понимаешь, что выиграл первый заезд, второй заезд едешь на сейве или хардкор и красивый заезд? Ну, это называется Денис Печатники. То есть, когда была у меня квалификация, все поняли, что я еду на максимум всегда. Хоть это и мой враг иногда. Получилось так, что мы выехали в Печатники. И вот просто вот так получилось, что один раз я поскользнулся на лужи. Вот надо было мне вторую попытку проехать спокойненько, аккуратненько. Вторая попытка-то была хорошая. У меня даже ребята-механики говорят, что она была на даже 80-90 баллов. То есть, хорошая. Вот последняя дуга. Я думал, я пройду как в первую попытку, ее аккуратненько. Но нет. У нас морда попала на сухую часть. Сводняя часть автомобиля попала на мокрую. Меня, по-моему, слово покрутило. Лишняя агрессия. Некоторые заезды, допустим, здесь, в РДС Азии. Ехал я с Лешей Передерином, наш местный силовик. Заезд, ну, уже я выиграл его. То есть, он был настолько близким, что я переднее колесо, как бы, бампер стер оппонента вторым номером. То есть, очень был близок. Под конец заезда тот момент, который уже даже почти не видно. Он не оценивается очень сильно. То есть, самое главное у нас на рюнинге это постановка. Что я делаю? Я очень сильно агрессирую, хотя понимаю, что и первым заездом хорошо проехал, лучше проехал. Я начинаю агрессировать. И буквально чуть-чуть его бью в переднее колесо. И мне не хватает до финиша буквально пяти метров. Он прям перед ними разворачивается. У него вырывает переднее левое колесо. Все, мы разворачиваемся, останавливаемся. Я проиграл. То есть, такой вот я. Такой иногда у меня бывает стиль. Чуть-чуть агрессии. Я когда раньше учился только кататься, я всегда смотрел на пилота Макара Черныша. Это пилот из Благовещенска. Ну, здешний пилот из Владивостока, почти можно сказать, у нас участвует. У него тоже был чайзер. Кстати, почему еще чайзер? Потому что у него чайзер был. И у него такой стиль был, что все, когда смотрели на его заезде, открывали рот и такие, вау. Он ехал всегда в полный газ, везде было много дыма. И я старался делать так, даже когда я участвовал в востоцких соревнованиях в городе Владивостока на Змеинке, на треке у нас, на легендарном. Я даже, я знаю, что я еду, я понимаю, что у меня мало дыма. Я жал специально тормон, чтобы машина ехала медленнее, колеса начали быстрее крутиться и было больше дыма. То есть я вот так вот делал, чтобы было более как-то эпично, красиво. Вот так. Слушай, а вот с этой, ну как бы излишней агрессией, ты просто ее принимаешь как часть себя, или ты планируешь что-то с ней делать, чтобы она не влияла на результат? Чтобы на результат не влияла, да. То есть это мой сто процентов сейчас, как бы я уже исправился, можно сказать. Ну, так же можно вспомнить из ДЧ, квалификацию. Первая попытка у меня была, она вроде была хорошая, но я по трассе ехал второй, там третий раз ехал первую попытку, третий раз по трассе, потому что у нас машина была там в ремонте, мы не успели. И я сам себя в шоке, что я вообще сделал. Вторая попытка, я перед ней ждал свою очередь, и пока я ждал всю эту очередь, Федор держится, сидел со мной рядом, вот говорит, рассказывай мне, рассказывай. И я ему сидел, говорю, так, мы разгоняемся, газ, сцепление, первая передача, вторая передача. Я вот как вот маленький ребенок, ему сидел, рассказывал, руль влево, руль вправо, постановка, газ. И я полностью ему прочертил всю трассу, рассказал, как я поеду, раз, наверное, двадцать. И только после вот того, как я вот это все сделал, я встал на старт, я проехал хорошо. То есть это сработало? Да. То есть, так же некоторые моменты у нас были на финальном этапе запада. Я некоторые заезды ехал в полную агрессию. Некоторые я понимал, что вот, допустим, топ-32, я еду с Жигули. Первый заезд нужно ехать хорошо. То есть не на максимум, процентов на 70. Я проехал хорошо. Второй заезд мне нужно было проехать, я там волновался очень сильно, потому что мало ли заткнусь об него. Я ехал чуть далеко, но я ехал как бы комфортно, чтобы мне было комфортно, а я ему. Например, в финал, я подъезжаю, мне ребята говорят, Денис, 150 процентов. Все. Ну, там уже я поехал. То есть я уже и поставился близко в дверь, и если бы даже я ударил, я бы не обиделся, наверное. Ну, как бы, я жал на полную. Сейчас я уже понимаю, где надо агрессию, а где не надо. Ну, то есть это опыт и командная работа, Федин опыт в том числе, который помогает, я так понимаю, тебе очень. Колоссальная команда работы. Без команды, мне кажется, я бы даже, ну, реально квалификацию бы не прошел, потому что какие-то моменты подсказать, где-то что-то там элементарно подъехать, охладить машину. То есть это все нужно делать. Без команды я как без рук. То есть, и, соответственно, да, это опыт. Опыт, потому что ехал я в каком-то заезде, то есть сделал ерунду. Допустим, печатники, квалификация. Ну, прям реальная ерунда. То есть надо было проехать аккуратно. Все, сейчас у меня опыт. Если трасса мокрая, либо трасса какая-то определенная там непонятная в условии, кто-то масло разлил на ней, песок какой-то, ну, мало ли бывает, то я первую попытку еду аккуратно. Вторую попытку еду уже как бы на вся. И сейчас это буду стараться делать везде. Как тебе кажется, это просто приходит с опытом или еще нужна какая-то дополнительная именно психологическая работа? Или это просто вопрос на ката? Ну, соревновательный момент, это, наверное, опыт. Потому что некоторые моменты ты думаешь, что да, вот так лучше сделать. А в заезде, пока ты на эту ошибку не наткнешься, ты не подумаешь. Вот, ну, как бы я знал, что можно первую попытку залажать. Я знал же, ну, это как бы все знают. Но пока я не наткнулся, я не начал об этом думать всерьез. И некоторые моменты с опытом в парных проездах, либо в одиночных. А сета корзо. Руль дома, сижу, когда я играю. Я не просто играю. То есть игра реально сделана очень реалистично в плане управления, в плане соревновательных моментов. Есть настоящие судьи. То есть физика, рули у ребят есть хорошие. Это все как бы вот здесь остается. Если в каком-то моменте я сделал, ну, реально, ошибку, переложился чуть раньше, я не просто такой, типа, ну, бывает. Я ее запомнил, и я в жизни такого не допущу. Когда в заезде я еду, он у меня длится вечность. Ну, можно так сказать. То есть для меня есть время, где подумать, где время что-то там сделать. В жизни так не кажется. Ну, проехала машина и проехала. Там у меня пролетает реально вечность. И в эту вечность я успеваю подумать, так, ага, сюда не надо, так, я поеду лучше сюда, в эту сторону. Отсюда мне будет проще потом дальше поехать. И это все приходит с опытом. То есть если я где-то допустил эту ошибку, то я уже подумаю о этой ошибке в заезде. К слову, еще об ошибках. Какая была самая большая ошибка в заезде? Ну, у меня вот две ошибки. Это когда я ехал у нас здесь, я тюкнул чуть-чуть пилота в конце заезда. Ну, и печатники, когда я вторую попытку поехал не на сейвах, а на максимум. Полистаем еще. Друзья, есть ли еще вопросы? Денис, у нас уже 40 минут отвечает на ваши вопросы. Уже представляете 40 минут. Это шикарно, это шикарно. Да, если есть еще, пишите, пожалуйста. Я думал, минут 10 сидим. Минут 10 можем помучать с легкой совестью. Поэтому, если есть что спросить, пожалуйста. А я хочу спросить, может быть, ты нам сольешь информации. Собираетесь ли вы как-то усилиться на будущем? В московском спорте есть ты. Антон у вас ушел в свободное плавание, насколько я знаю. Антон Новиков вышел из команды Московский спорт. Как планируете действовать? Уже понимаете кого-то? Будете приглашать или поедешь один? Есть информация? Готов ли делиться? Я за вот это, если честно, даже не знал. То есть это все решается как бы. Я пилот? Нет, я вот честно, я не знаю. Пока что я. Ну, как там сейчас мы СДЧ поедем с Костей Холидеем. Дорога в Дрифт. И пока что, наверное, на СДЧ мы как бы вдвоем. Ну, может, Федя к нам присоединится, поедет с нами. Тоже еще нужно. С кем было комфортнее всего ехать за всю твою карьеру? Комфортнее было ехать комфортнее. Если за всю мою карьеру, то... Не знаю почему, но это было в Владивостоке, здесь на Бремлинге. И если знаете, может, нет, можете загуглить. У меня в друзьях есть. Леша Леньков. У меня даже, как бы, с ним воспоминания всегда только самые крутые заезды. У нас все заезды получались очень круто. Чувак как-то... Я не знаю, это из-за чего, то есть он давал везде подъехать. То есть у нас все заезды были очень близкие. Мне за ним было, ну, прям колоссально комфортно. За Гочи, ну, честно сказать, было некомфортно. Прям было реально некомфортно, потому что он быстрый. То есть не было такого, что я прям кайфанул от заезда. Это было так, что он уехал, а я догоняю. То есть мне некомфортно. Если, допустим, в Западе, ну, тогда, наверное, с кем мне было комфортно? Я даже не знаю. Все пилоты крутые тогда ехали. Я, в принципе, поучаствовал еще так, ну, как бы, немного. Ну, даже не знаю. В Западе даже пока не знаю еще. Не могу так говорить. Что ты больше любишь? Что для тебя лучше? Соло заезд или парный? Раньше, раньше я прям обожал парные заезды. Из-за того, что я был прям супер ребенок, у меня постоянно в голове были игры. И парные заезды я ехал. Я не знаю, как вам объяснить. Ну, короче, я как будто бы отлетал от машины, и я смотрел, как я еду вот с третьего лица. То есть мне было комфортно. Я примерно понимал, я даже мог закрыть глаза, ну, как бы, так, образно чуть видеть, ориентиры. И я ехал на каких-то ощущениях, мне было комфортно. Сейчас какие-то начал допускать ошибки и начал волноваться, но зато первые квалификации у меня стало хорошо получаться ехать. То есть Казань первое место, печатники мы забудем. А потом последний этап финальный. То есть у меня тоже, можно сказать, первое место с Лехой разделили. Два максимальных балла. И как бы первым сейчас как-то стало более, наверное, легче ехать, а вторым, наоборот, тяжелее. Может, потому что пилотов нет пока что. Тех, ну, как я объяснял, говорил, с Линьковым я ехал. То есть мне было комфортно. Может, пока не нашел здесь такого пилота. Не знаю, с чем это связано. Надо еще покататься. И обязательно мне нужно потренироваться вторым номером. Потому что я обычно на этапы приезжаю. То есть в последнее время я вообще не тренируюсь. Последний раз я вот реально тренировался на СДЧ. То есть когда был СДЧ, сейчас Новый год, сейчас эти все праздники. То есть руки все потихоньку забывают, может быть, чуть-чуть. Я поеду на СДЧ. Я опять же приеду на трек. Прокачусь два раза. И третий раз у меня будет квалификация. Его нужно будет ехать еще на хороший балл. Так же было и с Казань, когда я ехал. Перед Казанью, получается, год до Казани, сезон, там же как раз ковид был. И сезона не было. То есть я весь сезон не катался. Абсолютно весь сезон мы, может быть, прокатились. Один раз тренировка восьмерки покрутили. На час приехали машину проверить. Просто, чтобы... И все. Я приехал. А, нет, до Казани я в Азии участвовал. Один этап. Ну, тоже ни о чем, можно сказать. Опыта там такого, чтобы не получил. Потому что автомобиль мой, даже не мой. Мы на свежепостроенном автомобиле сразу поехали в Казань. И это было сначала волнительно. А потом я думаю, да ладно, что мы все сможем. Ну и приехал в воду как-то. Не хватает тренировок. Это важно очень. Тренировки очень важны. Как бы пока что для меня, да. Например, пилотам как Гоча, Акаша. У них тренировки это чемпионаты, которые каждую неделю-две. То есть вот у них тренировка. Еще один вопрос. Красиво чиркнуть стенку на ринге? Или просто проехать по краю трассы, как в Казани, например? В Казани я прям запомнил, да, этот последний поворот. Для меня он показался таким довольно каким-то легким. Я не знаю почему. Я ехал там в две педали, газ и одновременно тормоз. Чтобы была более такая ровная дуга у меня. У меня получалось проехать вдоль линии. Да, я прям чувствовал эту грань, что машина сваливается. Нет, я чуть-чуть тормоз подпускаю, но хоп, и то. Ну, как бы я контролировал. На премьеринге это сделать тяжело, проехать вдоль стены. Но это круто. Но я все-таки выберу, наверное, Казань. Потому что это дешевле. Вдоль стены это как бы не надо. Пробовал ли ездить втроем тройной дрифт? И если да, то понравилось ли? У нас были соревнования РДС без границ. У нас такой чемпионат был веселый очень. То есть у нас были парные проезды, потом синхро проезды были. Тут как раз синхро, это втроем. Опасно это все. Потому что на зминке я катался, когда был маленький. Я поехал с кем-то втроем. Я ехал вторым. Первого развернуло. Я врезался в первого. Третий врезался в меня. А там еще ехал четвертый. Он врезался в всех. То есть это такая развлекуха. Не нужно ее тоже делать. Тоже дорогая. Ну такая тоже затратная немножко. Спасибо большое, Денис. Ребята, давайте традиционно я даю вам еще две минутки на последние три вопроса, если они есть. Тебе пишут, Денис, что ты топ. Я согласна. Спасибо. Какое масло на такой крутящий момент? Чем заправляете чайзер? Ксенум. У меня недавно розыгрыш был. Спрашивают люди. У меня недавно розыгрыш был. Годового запаса масла. Годового. Пропустили. Ксенум. На Дениса я обязательно, кстати, сохраню вам эфир. Обязательно оставлю еще раз ссылку на Дениса. Подписывайтесь. Он всегда выкладывает интересные очень stories. Обязательно, если еще вдруг не подписаны, обязательно на Дениса подписывайтесь. У него вечно всякие приключения, когда он добирается к нам на этапы. Очень все интересно у него происходит. Здороваются. Да, всем привет-привет, дорогие друзья. На самом деле мы уже, конечно, завершаем эфир, но мы обязательно все сохраним. И у вас есть еще две минутки на вопросы. Хотя мне кажется, Денис рассказал... Да, кто только что подсоединился, вопросики задавайте, поотвечаем. Только что, мне кажется, Денис рассказал. Денис рассказал про свои планы на 22-й год, и на зиму, и на лето. И про чемпионаты, и про планы на машины. Как пришел в дрифт. И как пришел в дрифт. Поэтому, кому интересно, может быть, а попа красиво как у чайзера разлетелась. А кто был подписан только на Дениса, подписывайтесь еще на нас. У нас тоже интересно. На РДС Европы. На РДС Европы мы тоже очень много рассказываем. Показываем, и на нас тоже стоит подписаться, те, кто пришел в дрифт. И что-то как-то надо, чтобы зрители приходили на этапы. У меня лежит вот сколько? 500 штук листовок. Я их не могу раздать. Неправда. Красивые, хорошие листовки. У нас есть зрители на этапах. Есть, но я просто не приезжал к вам на этапы сначала. То есть дело не в зрителях, Денис. На самом деле, мы очень любим зрителей. Мы очень любим зрителей прямой трансляции. Прямая трансляция у нас бесплатная. РДС Запада и РДС Европы тоже будет бесплатная. И на РДС Европы есть такая фишка, как свободный по билетам доступ в парк сервиса. Поэтому стоит приходить, смотреть. Можно подойти, рассмотреть машины, пообщаться с пилотами, задать лично вопросы. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо большое. Тут тебя, кстати, Денис, давай завершим тем, как тебе вести так поздно эфир. Потому что во Владивостоке-то сколько уже? 23.51. Я только проснулся. Вы что? Какое поздно. Тебе обещают найти промоутеров, давай листовки, говорят. В общем, друзья, тогда мы все с вами встречаемся на первом этапе РДС Европы. Скоро будет календарь на 22-й год, и мы узнаем, где и когда он будет. Поэтому подписывайтесь, следите за новостями. Денис, еще раз большое тебе спасибо. С Новым годом тебя. С Новым годом вас, дорогие подписчики. Любим и ценим. Денис прощается, и мы завершаем. Всем пока-пока-пока. Всем большой привет, еще раз передаю. Спасибо моей команде Московский спорт, естественно. Подписывайтесь на нее, на меня, на РДС, на всех. Подписывайтесь и смотрите за мной. Давайте. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok